здравствуйте дорогие подписчики и зрители моего канала сегодня будем шить шоппер для этого нужно подготовить заготовку заготовка у меня 12 ширина и длина 45 сантиметров разделила я эту заготовку на 4 части получились не квадраты а прямоугольники 12 на 14 сантиметров четыре прямоугольника готовы вы можете сделать любой блок который вам захочется для шопера нам нужны 32 таких блока 4 из них мы вырезали цветные еще 28 я вырезала из цветных джинсов из разноцветных джинсов а еще для шопера нужны ручки две штуки и подкладка все размеры написаны на и на деталях разложила сначала на столе рисунки разные по диагонали квадратиком вот этот рисунок мне больше понравился и я начала собирать все детали по линиям прострочила на 0 7 сантиметров но скажу честно я не заутюживала швы а сразу настрачивала то есть в одну сторону сделала на строчной шов отделочный шов на 0 1 сантиметр если так понятнее собрала все четыре полоски теперь будем соединять их по два совмещая все швы вы знаете что ткань джинс растягивается поэтому я не раз утюжила швы а заутюжила то есть за строчила так будет надежнее собрала переднюю часть шопера размер вы видите 48 на 45 теперь собираем вторую часть шопера я его разложу разложила из джинсов разноцветных собираю также по полоскам сначала потом все ряды после этого начинаю утюжить утюжу я с лицевой стороны потому что швы у меня на строчные не обязательно с изнаночной стороны укладывать швы они уже уложены и на строчены хорошенько где джинсы растянутой сутюживаем их и также поступаем с передней части нашей сумки наши нашего шопера как вы видите этот шопер тоже из серии утилизация потому что джинсы не новые это брюки которые я распорола а блок который я сшила заготовка это остатки ткани дальше мы осноравливаем и конечно же я применяю свои знаменитые инструменты линейку и ножницы оставляю 48 на 45 а остальное срезаю размер шопера можете выбрать сами если хотите вместительный шопер можете сделать моего размера которые я показала на экране а если вы хотите поменьше то можете выбрать 35 на 40 или 32 на 35 это смотря для какой цели вы шьете этот шопер после того как осноравила переднюю часть заднюю часть шопера я осноравлю по передней все швы совпадают как вы видите с четырех сторон кладу один на другой и тоже осноравливаю изначально была идея оставить заготовку длины посередине но потом я подумала что это слишком банально и пришло в голову идеи разрезать его на несколько кусков в итоге получилось как вы в начале видели даже я себя по-другому разложила этот рисунок тоже было бы красиво теперь две части шопера кладем лицом к лицу и скалываем булавками по швам швы у меня все совпали можете сами посмотреть они аккуратно за в одну сторону на строчены теперь прострочим на 0 7 сантиметров после этого нам нужно будет подготовить подкладочную ткань на подкладочную ткань кладу основную и вырезаю точно такого же размера затем скалываю булавками боковые части шопера затем прострочу на 0 7 сантиметров теперь подготовим ручки шопера складываем лицевой стороной внутрь скала скалываем булавками обе ручки длина ручки 65 сантиметров в сыром виде когда я обработаю и соединю с шопером длина ручек будет 63 сантиметра ну 62 63 у кого как теперь смотрите внимательно как я обрабатываю конец на 0 7 сантиметров прострочу и один угол обязательно я прострочу на 0 5 сантиметров для выворачивания затем я ее срезаю с лицевой стороны прокладываю с двух сторон отделочную строчку теперь нужно сделать уголки шопера для этого ска складываем боковую часть с нижней и швы я разутюжила как вы здесь видите на три сантиметра прокладываю линию швы я разутюжила потому что джинс он толстый моя машинка не будет шить такую толстую часть изделия а в подкладочной ткани я не разутюжила а заутюжила боковые швы тоже на три сантиметра отмечаю и провожу прямую линию после того как прострочила на машинке оставляя 0 7 сантиметров и остальное срезаю и на основной части и на подкладке основную часть выворачиваю на лицевую сторону и проверяем все ровненько и аккуратно хочу сказать что когда строчила боковые швы я не оставила место для выворачивания потому что была другая идея хотела оставить наверху но ничего страшного можно в одной стороне бокового шва оставить 10 сантиметров распороть и сделать закрепки по краям затем боковые швы разутюживаю боковые швы не заутюживаю и не настрачиваю сверху просто их разутюжила и проутюжила с лицевой стороны тоже хочу обратить ваше внимание на то что все швы совпали шов к шву прям и с лицевой стороны и с изнаночной стороны все шовчики ровные и аккуратные теперь находимся вводим середину шоппера и от середины две стороны откладываем по 9 сантиметров соединяю середину ручки с мелом который я начертила и скалываю булавкой также со второй частью поступаем с этой стороны тоже также скалываем булавками ручку к шопперу затем соединяем подкладочную ткань с основной частью скалываю булавками сначала боковые швы потом еще несколько булавок скалываю по периметру шоппера затем строчим на машинке на 0 7 сантиметров после того как прострочили убираем все нитки и выворачиваем через отверстие которое мы оставили затем отверстие которое вывернули надо будет прострочить после того как прострочили убираем булавки и вправляем подкладочную ткань внутрь шоппера теперь нужно скалывать булавками края шоппера чтобы подкладочную ткань не было видно с лицевой стороны затем прострочу на машинке отделочную строчку после того как прострочила отутюжу еще раз и пожалуйста шоппер готов пожалуйста пишите свое мнение ставьте лайки подписывайтесь на мой канал дальше будет еще интереснее подписывайтесь на мой канал �у а в